Продолжение следует... 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 БИМУ на вариантке 67% составляет 90%. У пациента есть предлеченность. Он получил три режима химиотерапии, включающие чоп-подобную схему и фосфамид местную, темазоламид и линтыкан. У пациента на данный момент есть поражение костей, щитовидной железы, почки, мягкие ткани. Также при поступлении у пациента ИКОК-2 за счет распространенного процесса образование щитовидной железы деформировало шею, и у пациента была дисфагия. И мы думали, предложить данному пациенту высокодозную терапию с включением литоксимаба и при достижении ответа рассмотреть вопрос о трансплантации костного мозга. По жизненным показаниям мы начинаем пациенту первый курс Эрдхапа, переносит он его с гематологической токсичностью Грейт-2. После первого курса пациента полностью регрессирует очаг щитовидной железы, возвращается в функцию проглатывания пищи, то есть он в принципе становится компенсированным. Мы выписываем его и зовем на второй курс, но при поступлении на второй курс вновь выраженный рост опухоли в проекте щитовидной железы, опять деформация шеи, опять признаки дисфагии. Мы проводим УЗИ щитовидной железы, и по данным которой выявлено увеличение солидного очага в проекте щитовидной железы до 6 см. С учетом прогрессирования заболевания нам нужно было менять терапию. Мы повторную биопсию щитовидной железы не проводим с учетом трупно-хирургической доступности, и поступает пациент вновь к нам со статусом ЭКОК 2 в средней степени тяжести. С учетом того, что пациент уже предлечен, он получил иритоксимопсидосодержащую схему и спрогрессировал на нем, мы понимаем, что в рамках стандартной терапии уже пациент не подлежит, поэтому консультируем пациента через телемедицинскую консультацию Гайны Сергеевны, и она нам предлагает гибридную схему с включением иритоксимаба, винитоклакса, гемцитабина, винарельбина, два курса, и далее ПЭТ-контроль. Мы проводим два курса гибридной схемы с октября 2022 года по декабрь 2022 года. Далее проводим ПЭТ-КТ от декабря 2022 года в щитовидной железе вновь сохраняется солидный очаг 6 см с активным накоплением радиофарм препарата, также определяется увеличение левого диафрагмального лимфоузла с активным накоплением радиофарм препарата. Клинически на самом деле при проведении гибридной схемы опухоль не уменьшается. Далее мы вновь консультируем пациенту Гайны Сергеевны, и она нам предлагает терапию и брутинибом, и ленолиндомидом прием препаратов ежедневно. И с января 2023 года мы пациенту начинаем терапию и брутинибом и брутинибом и ленолиндомид. Оценка ответа на терапию после полутора месяцев проведения на самом деле лечения у пациента впервые начинают уменьшаться опухоль в щитовидной железе, пропадают признаки дисфагии, и мы через два месяца от начала терапии проводим ПТКТ, по данным которым отмечается небольшая положительная динамика снижения активности накопления радиофарм препарата и уменьшения размеров очага в пяти месяцев терапии мы видим также положительную динамику. У пациента полностью регрессирует солидный очаг в щитовидной железе. Когда уже пациент получает терапию в течение года по ПТКТ мы не видим больше очагов поражения у пациента. Мы рассматриваем терапию брутинибом и ленолиндомид как брутинибом и терапию калотрансплантации костного мозга, поэтому параллельно еще раз пересматриваем все гистологические препараты в рефересном центре, где подтверждается диагноз диффузно-боклеточная крупноклеточная лимфома GCB иммуногистохимический вариант, но также нам патогистологи озвучивают вариант, что нельзя исключить фолликулярный лимфома ГРЭД-3 с диффузным типом роста. Ну и это судьба, так скажем, нашего пациента, то есть он был установлен был сначала диагноз саркома Юинга, проведены протоколы лечения по поводу саркома Юинга, это предоперационная химиотерапия, далее ампутация нижней конечности первой радикальной операции, далее лечебная химиотерапия, вторая радикальная операция. После пересмотра мы видим, что у пациента нет диагноза саркома Юинга, у пациента распространенная диффузно-боклеточная крупноклеточная лимфома, предлеченный вариант, мы проводим одну высокодозную иммунохимиотерапию без эффекта, далее проводим два курса гибридной схемы, включающие себя у пациента прогрессирование заболевания, и при проведении терапии иммунолинолидомид, прессибрансинип, у пациента полный ответ. И что хочется сказать в выводах, результаты лечения фракторных случаев ДБКЛ нельзя назвать на сегодняшний день удовлетворительными, улучшение результатов возможно путем комбинации новых препаратов с разным механизмом действия, и лечение таргетными препаратами при диффузно-боклеточной крупноклеточной лимфомии это бридж-терапия к ауто- или ало-трансплантации или терапевтическая опция, которая полностью заменяет ее. Ну и благодарю за внимание. Спасибо большое, Леся Анфаритовна, коллеги. Вот такой непростой случай, скажем так, и такая драматическая судьба у больного. У вас есть вопросы к докладчику? Вопросов нет. Тогда у вас есть вопросы? Не знаю, что есть. Ну, вы выйдете, там скажете. А вдруг мне нужен ответ? А, тогда пожалуйста, я еще сам не знаю, нужен он мне или нет. Ну, во-первых, мы еще раз убедились, что диффузно-боклеточную крупноклеточную лимфомию, вообще лимфоидную опухоль, как правило, нельзя вылечить хирургическим путем. Это первое. Второе. Меня, честно говоря, немного настораживает то, как формулируют заключение патологи, вероятно, казанские. Я вначале с ужасом подумал, что это в Блохина поставили Юинга вместо саркомы, в смысле, наоборот, вместо лимфомы. Но потом как-то у меня внутри сработал чекпоинт, и я решил, что я какую-то начинаю нести и вообще не то. Я больше так уже не думал. Вот мне нравится, точнее, не нравится формулировка. Вот получает человек, в смысле патолог, получает в отделении ногу, у которого в кости растет что-то, ну, предположительно Юинг, если ориентироваться на данные биопсии. И он пишет, с учетом данных анамнеза мы диагностируем саркомы Юинга. Я бы хотел узнать, что это буквально означает, потому что это какая-то девальвация патологическая. Что значит с учетом данных анамнеза? Там вообще что-то делали, там хоть какую-то гистохимию делали, там вообще как? Причем история повторяется дважды. Нет, я записал с учетом данных инструментального обследования диагноз ДБККЛ. А что это буквально означает, меня интересует. Вот какие инструментальные обследования так значит впечатлили патологоанатому, что он поставил диагноз ДБККЛ? То ли он берется не за свое дело? Какое ему дело инструментальное? То есть если бы он установил диагноз ИБВ позитивный там чего-то у пациента с иммунодефицитом, то я понимаю, что с учетом данных лабораторных, там серологических и бла-бла исследований. А в данном то случае, что это буквально означает? Вот вы когда получили такой ответ, с учетом данных анамнеза, картина саркома Юинга, вас он устроил? Поэтому мы отправили, то есть пациент у нас уже поступил. А что это значит? Можно узнать? Не могу сказать. То есть вы не позвонили? Нет. Вадим Валентинович, можно я здесь прокомментирую? То есть мы этого пациента уже берем на себя в наше отделение, когда получаем, когда нам патологоанатомы дают ответ диффузная бэклеточная крупноклеточная лимфома. Кто и на каких основаниях ставился диагноз саркома Юинга, мы не можем прокомментировать, мы не знаем. Отлично, но тогда вопрос ко второй части балета. Значит, а что значит с учетом данных инструментального обследования диагноз ДБККЛ? Вот это можно прокомментировать? Это уже вы. Ну, здесь уже наш совместный клинический, то есть когда... А каким образом, какой вклад именно вы внесли в формулировку патологоанатомического диагноза по прижизненному материалу, что нужно было обязательно поставить диагноз ДБККЛ с учетом данных инструментальных обследований? Я думаю, что здесь мы добавляли данные ПЭТКТ, данные анализов крови, то есть вот это вот все. Анализов крови это основание для диагностики ДБККЛ? здесь заключение, здесь именно фенотеп есть. Нет, здесь нет. То, что озвучили в докладе, вот я же это не придумал. Нет, нет, заключение нет, но мы, когда общаемся с патологоанатом, когда они у нас просят, мы им даем данные и ПЭТКТ, и другие клинические данные, если они требуют. патологи формулируют диагноз, исходя и со ссылкой на инструментальное исследование. Владимир Валентинович, ну вы, я очень хорошо его понимаю, потому что будучи, так сказать, представителем одного из референс-центров, не переставая, видя ошибки своих коллег, а ведь ошибки ваши, это вот жизнь этого молодого человека. С жизнью-то у него все хорошо. Ну, конечно. У него с некоторыми частями тела нехорошо. То вы знаете, да, в общем, мы-то так не считаем. Он говорит, он говорит, жениться собрался. И, Валентинович, еще маленькую ремарку по поводу хирургического лечения. Я абсолютно с вами согласна, что хирургия... Вы просилизенку, да. Нет, 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 я по поводу того, что, безусловно, хирургия, это не метод лечения лимфопролиферативных заболеваний, это понятно. Пронодулярного Ходжкина? Нет, я по поводу того, что он жив. Он к тому, что он жив с агрессивной баклеточной лимфомой, нелеченной правильно с 20-го года. Жив. Сильный молодой человек. Вот. Вопреки, говорит, если больной очень хочет, то вопреки. Вы будете еще, Вадим Ульдин? А мы еще ничего не сказали. Ну, давайте, давайте. Мы хорошо помним, а я хоть напомню, просто действительно, 35-й лимфорум, и многие присоединились на каком-то уровне, а когда мы начинали, то мы делали таким образом. У нас был каждый год два клинические и один патологоанатомический лимфорум. Тогда ведь это же собирались патологоанатомы, и вот там мы, понимаете, и они с таким энтузиазмом, я имею в виду, со своими коллегами работали, общались, это было обязательно с клиническими выступлениями. То есть, понимаете, вот к этому возвращаться надо точно, совершенно, ну вот, просто никто в это не вкладывает никаких. Следовательно, никому это не надо. Нет, это не следовательно, нет, вывода не такой совершенно, но возможностей пока нет. Я провоцирую, но не знаю, получается у меня или нет. Здесь же есть представители, фармакомпании, которые теоретически могут быть в этом заинтересованы так же, как они были заинтересованы в этом 10 лет назад. в продолжении, я ни на кого не хотел нападать. Я хотел сначала, когда я познакомился с этим случаем, обязательно кого-то убить, честно говоря, но я себя сдержал, и в общем будущее, оно не так плачевно, видимо, как могло бы быть, если бы угроза была приведена в исполнение. Я на самом деле понимаю, я сам останавливаю себя и своих коллег, когда мне хочется на что-нибудь сослаться. Но мы формулируем диагноз тогда таким образом. Мы пишем то, что мы можем написать, ориентируясь исключительно на морфологию, это в большей степени касается миелоидных опухолей и в меньшей степени лимфоидных, но с учетом того, что лимфоидные по-разному формулируются, диагнозы по-разному формулируются в зависимости от многих вещей, которые мы должны знать от клиницистов. От того, чем лечили, есть ли интеркурентные заболевания, есть ли вирусная инфекция, какова локализация. Мы иногда локализацию не знаем, потому что нам присылают этого червяка, взятого иголкой, и не указывают откуда. Лимфома. Все. Разговор окончен. Поэтому мы и пишем, что мы хотели бы знать вообще, что-нибудь. Ладно, если это Петербург, но Петербург так, как правило, не делает. А если это откуда-нибудь, то вот так. А в миелоидных опухолях мы точно хотим знать, а что, напишешь какую-нибудь дисплазию с потолка и еще МДС, окажется, что у пациента там, понимаешь, вообще ни одной цитопении нет. Ну, тогда это хотя бы получается там идиопатическое, не знаю что, или вообще он мышьяка переел, или чего-нибудь такого. А мы про это ничего не знаем. Ну, в общем, есть ситуации, когда нам надо знать, но я с трудом представляю себе, как диагноз ДБККЛ НОС, НОС, не какой-нибудь там особый фибрин ассоциированный или там что-то, а вот просто НОС требует каких-то инструментальных данных. Я правда не понимаю, зачем формулировать диагноз таким образом. Это видимо из первой редакции, потому что тут как-то нету мягких тканей, почки и там еще чего-то. Я удивился, как это в заголовке нет почки, если почка прислана. Но что-то удивился и не стал ничего делать в этой сведении. Поэтому такой немножко неполный заголовок. Ну да, про это все уже знают. А почку вот не принято сначала пунктировать, чтобы достать. Или тоже с учетом анамнеза. Если когда-то был поставлен ошибочно-неошибочно Юинг, то теперь всю оставшуюся жизнь во всех местах будет Юинг. Вот видимо такой принцип у тех, кто занимался этим пациентом на первых этапах курации. Ну ладно, я больше не буду ничего такого высказывать. Нет, все равно буду. Там патологи на первом этапе сделали жалкую попытку написать «А давайте проконсультируем в Блохина». Было же такое? Ну скажите «Да». Это было, было. На первом этапе, когда они написали, что это мелко, кругло, синие ла-ла и возможно это ПНЭТ. И надо проконсультировать где-то. Вот как можно не проконсультировать где-то, если патолог пишет, что он не может сам, а он должен, ему нужна помощь. Вот как можно не проконсультировать, а? Вот есть вещи, которые я действительно не понимаю. Если я что-нибудь не понимаю, то я консультирую. Если я не уверен в каких-то деталях, я консультирую. И мне не вообще я не то, чтобы мне не стыдно, я просто рад, что я консультирую, и что совесть моя от этого успокаивается, и я дальше могу жить и спать спокойно. А как может человек, который написал, что проконсультировать надо, потом все-таки его, видимо, доломали, дожали, да, не знаю, что, может, к нему пытки какие применяли, и он написал, юинг, юинг, отстаньте только от меня. Короче, вот этот самый первый материал, это биоптат из бедренной кости. Ну, конечно, биоптат из кости это всегда, это еще хуже, чем из желудка, и вы видите, что на самом деле это сплошной некроз, в котором ничего сказать нельзя, конечно, но есть места, которые правда могут быть похожи на что угодно. Я бы не сказал, что прямо на диффузную баклеточную крупноклеточную, но могут быть похожи на что-то бластоидное, вообще, мелкокругло-синя клеточная группа опухолей, это все начиная от юинга через лимфобластную лимфому и заканчивая монофазной синвиальной саркомой какой-нибудь, или эмбриональной рапдомиосаркомой, или чем-то в этом духе. И поэтому, если диагноз формулируется таким образом, и патолог, и клиницист, который забирал этот биоптат, они просто обязаны направить этот материал для более глубокого исследования, для иммуногистохимии в какой-нибудь центр тогда еще, это же 20-е годы, ну, на самом деле, Блохина, по-моему, уже стал референтным центром в 20-м году. И что было такого, заполнить форму 057 и направить это в Блохина, я не понимаю. Ну, есть вещи, которые я не понимаю, в сегодняшней жизни их еще больше, чем я мог предположить. Но заодно вот и эта вещь тоже. Ну, вот это вот, можно тут поставить какой-нибудь диагноз? Нельзя. Большинство кусков выглядит вот таким вот образом. Но только этот кусок, пожалуй, дает основания. Здесь есть популяция однотипных довольно крупных клеток с незрелым хроматином, которые вполне могут быть, ну, в моем понимании, субстратом диффузной баклеточной крупноклеточной лимфомы. Пусть даже в первичной лаборатории нет никаких там антител совсем. я, по-моему, уже делился однажды собственным опытом, когда мы стали испытывать прямо голод в смысле поставок, потому что мы работаем на европейских материалах по-прежнему. И мы ставили диагноз ДБККЛ, какой там Ханс, никакого Ханса, по двум реакциям CD20 и КИ67 мы так делали полтора месяца в прошлом году, пытаясь растянуть удовольствие и не сказать, что мы закрыты просто окончательно. Даже одной реакции хватило бы, чтобы избежать диагноза Юинга. Вот сделал бы кто-нибудь CD20 и на тебе Б-клеточная опухоль. Больше мы в этом материале ничего не делали, потому что и CD20 не очень четко локализовано, а мучиться там со всем остальным мы даже не собирались. Тем более, что у нас мы написали, что это Б-клеточная лимфома высокой степени, но там как-то предположительно ДБККЛ или что-то рядом. Ну, вот как-то так. И у нас еще была почка. Ну, вот посмотреть на эту почку тоже как-то кажется, что технология фиксации, там, проводки, того-сего, это все как-то не очень четко выполняется в той лаборатории, которая была причиной вот такой интересной судьбы этого молодого человека. И вот здесь, конечно, клетки сохранены лучше, несмотря на внешне немного устрашающий вид этого кусочка. И вот посмотрите опять, клетки ДБККЛ это все-таки обычно округло-овальные там какие-то, а здесь довольно много каких-то косых, кривых, угловатых, там, поменьше, побольше. Вот именно это послужило основанием на самом деле написать, что пусть будет ДБККЛ GCB, но исключить, что это фолликулярная с диффузным ростом тоже невозможно. Здесь вроде больше GCB, здесь много очень косых клеток, и это не только Т-клетки. Т-клетки очень маленькие, смотрите, какие загогулиные какие-то там такие вытянутые скрученные ядра. Это выглядит, часть клеток очевидно выглядит как центроцит. Вот это уже почка двадцатка, тройки мало, но смотрите, вот эти вот скопления, они как будто бы пытаются отметить бывшие фолликулы. Они не мотивированы какими-то почечными структурами, они мотивированы чем-то лимфоидным, это, конечно, трудно утверждать, но есть такое ощущение, что это может быть не ДНОВА, ДБККЛ. BCL6 сплошь, это хорошо, CD10, ну, так же, как CD138 красит не только плазмоциты, но и эпителий, так и CD10 красит не только лимфобластный лейкоз, клетки светлого центра фолликула, но так же и эпителий, часть эпителия фантодермального и целомического типа, включая эпителий почечных канальцев. МАМ-1, ну, наверное, близко к 30, но все-таки меньше 30 процентов. BCL2 слабо везде, CD23 никак, 21 мы не ставили, и КИ67, ну, выше 80 точным, наверное, выше 90 даже, потому что те структуры, которые негативны, это, видимо, канальцы, у них даже кое-где просвет заметен. Ну, вот, мы написали, что высокой гистологической степени, с диффузным ростом, это то, в чем мы уверены. А дальше начинается предположение, что в целом соответствует ДБККЛ, GCB, но нельзя исключить фолликулярную лимфома третьего грейда с диффузным ростом по соображениям, которые я уже изложил. Я уже говорил о том, что если качество проводки, фиксации, вернее, фиксации проводки не совсем оптимальное, то ядра могут приобретать и блостоидную структуру, и какую-то неправильную, почти центроциктоидную форму, и тогда возникает проблема дифф-диагностики ДБККЛ, ХГБЛ, или как она теперь в ВОЗе называется, ДБККЛ слэш ХГБЛ, и фолликулярной лимфомы третьего цитологического типа, или с необычными цитологическими чертами. Спасибо. Спасибо большое, Вадим Валентинович. Ваш крик отчаяния был услышан. Если нет вопросов, нет, вообще был услышан. Вы хотели что-то добавить? Да, я просто прокомментирую, Вадим Валентинович, когда мы получили пациента с заключением ДБКЛ, и знаю, что было предшествовать, у нас была точно такая же реакция, как и у вас. Но первый этап это не наш этап. Я же не сомневаюсь. Вадим Валентинович, давно вы в таком ключе не выступали. Прямо вот, скажем так, плач Ярославный, извините, очень, очень наболело, наболело настолько, У меня в паспорте все еще по-прежнему. Наболели все вопросы, которые вы сегодня сказали. Это правильно совершенно, и мы очень хорошо это понимаем. Ну, Игоряна Сергеевна, как клиницист-эксперт, пожалуйста. Дорогие коллеги, я просто так быстро побежала, я хотела показать себя в тот момент, когда прочитала в первый раз по телемедицинской консультации, когда мне прислали это заключение, вот мое лицо выглядело примерно таким образом тоже. Но, давайте все-таки вернемся к клиническому наблюдению и подумаем, что же нам делать дальше в этой ситуации. Ну, во-первых, надо сказать, вот что первое, вот мне сначала а-а-а-а, как говорится, крик, второе, молодцы, что не бросили больного и больным занимаетесь дальше, потому что то, что вы получили, это могло быть полное отчаяние, да, что, наверное, с этим больным вообще ничего делать не получится. Значит, что мы имеем позади, мы имеем пять линий лекарственной терапии, вот они перечислены у молодого больного диффузной бэккорпент-клеечной лимфомой, пять линий лекарственной терапии, два хирургических вмешательства, но, тем не менее, это молодой больной, ему 26 лет, в настоящее время он находится в полном метаболическом ответе, он на терапии постоянно в течение трех с половиной лет, но, несмотря на это, на калечащую операцию, он сохраняет соматический статус относительно сохранный, я так понимаю, и хорошие показатели крови. Терапия и брутинибом ленолидомидом продолжается в течение 16 месяцев без каких-то осложнений, как я поняла. То есть, вы знаете, это правда некий сюрприз. Значит, откуда пришла эта комбинация? Вот это одна из первых работ, которая была опубликована в отношении больных с диффузной бэккорпент-клеечной лимфомой, рецидивами. Здесь 45 больных, которым проводилась вот эта программа и брутинибом ленолидомид ретуксимаб. И здесь надо было сказать, что сюда включались 33% больных с трансформированной фолликулярной лимфомой, а остальные нон же себе вариант. И дальше оказалось, что у больных, которые прошли много линий терапии, тем не менее имеют возможность ответить на эту программу лечения. Общая эффективность составляет 44% и 23% полных ремиссий. Но авторы подчеркивают, что эффективность лечения значительно выше у больных с нон же себе вариантом ДБКЛ. И двое больных оставались на терапии более трех лет. Имели ли мы основания назначить эту терапию больному с GCB вариантом ДБКЛ? Первый вопрос, который, когда мы начинаем что-то обсуждать, мы сразу говорим GCB, но он GCB. Для этого я хочу вернуться к исследованию к протоколу Феникс. Вы все его прекрасно знаете, это как раз протокол по диффузной Б-крупноклеечной лимфомы, когда больных рандомизировали на РЧОП или РЧОП плюс ибрутиниб. Как это происходило? Блоки мы отправляли в центральную лабораторию, там в течение недели на основании алгоритма Ханса выставлялся GCB или нон-GCB вариант, GCB отметали, нон-GCB больные попадали в исследовании. Так вот, потом, после того, как их начинали лечить, уже потом проводилось исследование уже профиля экспрессии генов, и на основании этого профиля экспрессии гена внутри группы нон-GCB оказалось, что 20% больных имели GCB вариант, несоответствующий алгоритму Ханса, что уже подтверждено литературой, плюс еще где-то 6-8% это не специфицировано. И если мы посмотрим на кривые выживаемости, к вопросу, имеет ли смысл добавлять ибрутини, бленолиндомид при GCB варианте. Вот посмотрите, это верхняя кривая коричневая, она же очень симпатичная по сравнению с той кривой, где применяется плацебо. Ответ да, имеет смысл. Теперь возвращаемся к другому исследованию, это совсем уже новое, 22-й год, по сути это расширение того же протокола, о котором я говорила, сюда входит 89 больных уже с рецидивом и рефракторным течением, обратите внимание, 36% ABC, 17% GCB вариант, не специфицированный и есть больные, вариант которым не был определен по той или иной причине. Больные получали различные линии терапии, где-то 2-3, в основном 2 и ответ 26% полных ремиссий и 22% частичных ремиссий. Что особенно интересно, кривые падают все равно. То есть, мы понимаем, что несмотря на эффект, который мы получили, и если дальше уже залезть и прочитать эту работу, а я так и сделала, то выяснилось, что у нас 11 больных, из них 6 сохраняют ответ по данным обновленного анализа, у 2 из 6 пациентов длительность ответа более 5 лет, и только 1 больной сохраняет ответ более 6 лет. если посмотреть на длительность ответа у нашего больного, он подходит к медиане уже, да, то есть, скорее всего, вот дальше тянуть ситуацию нельзя, и если он сорвет этот ответ, мы будем стоять в неком тупике, что с ним делать. Поэтому надо, наверное, принимать какое-то решение, что у нас есть при рецидивах. Аутотрансплантацию мы в этой ситуации не рассматриваем, это сразу вычеркивается. Значит, остаются 3 игрока, как я обычно говорю, это карта клетчатной терапии, это биспецифические антитела и аллогенная трансплантация костного мозга. Причем, самое интересное, что мы все время обсуждаем игрока, которого реальности нет, причем ни одного, ни другого. Но, тем не менее, мы все равно обсуждаем. Значит, если мы вернемся к той статье, которая вот как раз обсуждена, которая как раз этот протокол и изучается, это брутинебленолидометр и туксимаб, то они в конце сделают такую сноску, что этот режим может явиться мостиком к аллогенной трансплантации карты клетчатной терапии, поскольку есть такие данные, что и брутинеб увеличивает выработку карты клеток для адаптивной иммунотерапии и на машинных моделях показано, в основном это ХЛЛЭП, поскольку это больные из-за и брутинеби, что применение и брутинеба улучшает приживление и терапевтическую эффективность карты клетчатной терапии. Поэтому сами авторы этой статьи говорят, что да, это безусловно можно рассмотреть как хороший мостик к чему-то. К чему? Если говорить про картоклеточную терапию, ну вот три основных продукта, я понимаю, что мы сейчас все двигаемся в сторону академической карты клетчатной терапии, но вот если взять классическую карту клетчатной терапии, три основных продукта, Аксицел, Лизацел, Тисацел, то мы видим, что применение в третьей и более линии терапии, в общем-то, эффективность пятилетняя выживаемость без прогрессирования или без событий на выживаемость составляет всего 30%. Это надо понимать, поэтому сейчас все активно говорят о том, что карта клетчатную терапию надо двигать вперед, надо делать ее стандартом второй линии терапии, чуть ли не первой линии при хайгрейт, лимфом и так далее. То есть уже вот в какой-то третьей и так далее линиях это не очень хорошо. Но при этом есть некоторые предикторы ответа или частоты рецидива на карте, это, например, большая опухолевая масса, это пожилой возраст, это повышение ЛДГ, наш больной находится в полной ремиссии. По сути, мы говорим о консолидации, это некоторый такой нонсенс, консолидация полной ремиссии у больного на карте клетчатной терапии. Но даже если взять вот эту работу, в которой определяли статус заболевания на момент проведения карты клетчатной терапии и как это влияет на событийную, бессобытийную выживаемость, это исследование Белинда, мы видим, что да, конечно, если брать больных в прогрессировании, то очень плохо, это понятно. Но извините, даже если взять их в полной ремиссии, вот мне не нравится эта бессобытийная выживаемость медиана 9 месяцев, но вот как-то мне она все равно не очень нравится в полной ремиссии. Если говорить про бесспецифический моноклональный антител, здесь, мне кажется, как-то выглядит более симпатично. Больные, у которых достигнут полный эффект, такое впечатление, что они вот как-то могут его длительно сохранять, и мы видим какое-то плато. Вот если посмотреть на общую выживаемость при сохранении полного ответа, медиана не достигнута, медиана выживаемости беспрогрессивна 24 месяца, то есть это выглядит очень симпатично. И даже есть одно исследование, это Джилл Сэл докладывал на ЭШ в 22-м году, он сравнивал общую выживаемость больных на эпкоритомабии или зума, то есть он по сути сравнил, это, конечно, не прямое, это не рандомизированное исследование, это просто не прямое сравнение карты клеточной терапии и бесспецифических антител. И мы видим, что выживаемость не различается. То есть такое впечатление, что в какой-то степени это равнозначные могут быть методы по своей эффективности. Вы все прекрасно знаете эту картину, этот алгоритм, который предлагается, был предложен на ЭШ в 23-м году, и он сейчас как бы активно внедряется в жизнь, что если у больного после первой линии терапии случился рецидив, и он ранее, ранее это 12 месяцев, то он сначала рассматривается как кандидат на карты клеточной терапии. Если это недоступно, то уже думайте, что делать, подумайте про ототрансплантацию, про бесспецифики и так далее. И у меня короткая презентация. Знаете почему? Потому что я не знаю, что делать с больным. У нас есть три опции. Думаю, что надо двигаться во всех трех направлениях. Не знаю, можно ли подать заявку включения программы больного на бесспецифики, если он находится в полной ремиссии. Скорее всего, нет. Реально ли обсудить возможность выполнения карты клеточной терапии в России тоже вопрос крайне сомнительный. Все о нем говорят, никто его не видел, называется. Пока что тоже нет. Значит, остается, наверное, возможность выполнения аллогенной трансплантации. Вот у меня нет, так кажется, что больного надо послать в Санкт-Петербург. Вот тут сидят коллеги, вот прямо надо. Уже послали? Ну, вот видите, я даже не знала. Ну и что сказали наши коллеги в Санкт-Петербурге? Рассказывайте. Коллеги в Санкт-Петербурге думают, так надо, нет, ну нельзя просто так позвать. Ну что, так кто так делает? Да, туда звонить, рассказывать, поплакать, объяснить, сколько сил вложено в этого больного, как ему не повезло в жизни. Во-первых, а сиблинги-то есть? Вот я поставила там вопрос, потому что, а? Ну это точно. Значит, надо типировать брата, надо типировать больного, надо искать, и если будет найден полностью совместимый родственный донор, даже если не родственный, наверное, этот вопрос надо обсуждать, потому что, на мой взгляд, насколько я понимаю, я не трансплантолог, но тем не менее, ампутация ноги не является противопоказанием, почка одна, она функционирует, это, конечно, не очень хорошо, но тем не менее, она замещает полностью, насколько я понимаю, если соматический статус больного хороший, у нас нет, к сожалению, выхода, и у больного тоже, он слишком тяжелую дорогу прошел для того, чтобы его бросить посередине. спасибо большое. спасибо большое, Гаина Сергеевна, ну, участвуя на определенных этапах и зная больного, заключение такое, которое концентрировано, сделано, и оно абсолютно понятно. Для меня, честно говоря, было неожиданно, что он держит эффект так долго. Я, честно говоря, сама удивилась, потому что те данные, которые я видела, читала, и с собственным опытом и брутинепленолидомид, да, бывает эффект, но, к сожалению, он недолгий, а вот длительная такая ремиссия с постепенным наращиванием эффекта, для меня это было какой-то, ну, где-то же должно было ему повезти, правильно? Здесь же все, все, что есть, все абсолютно необычно. Понимаете, это диффузная Б-крупноклеточная лимфома, совсем не самая, что называется, благоприятная, а диагноз-то в 2020 году поставлен. Да, 3,5 года. 3,5 года без адекватной терапии, поэтому и тут, и ответ тут на эту терапию выбранный, очевидно, тоже непонятно, почему, но объяснить это сложно, но он таков, это очень хорошо. Что я не уточнила, мы генетику-то смотрели, цитогенетику делали или нет? Вот этого вот я не увидела, я хотела к этому вернуться. Генетику мы не делали, по-моему, федеральный центр у нас тоже, мы отправляли в Питер. Да, я вроде написала фиши, но... Фиши не делали, да? Нет. Мы почему и вынесли этот случай, пациент у нас в полной ремиссии по ПТКТ, то есть мы понимаем, что вот он уже доходит до той точки, и что делать с ним дальше? Мы отправляли в федеральный центр, рассматривали возможность аллогенной трансплантации, нам пока посоветовали, то есть без специфики, то есть без специфики, естественно, было отказано, потому что здесь у нас ремиссия заболевания. То есть опция аллогенной трансплантации, да, наверное, мы к ней будем возвращаться. Да, наверное, если нет другой опции, я не знаю. Не знаю, коллеги, есть какие-то другие мысли, что можно с больным поделать еще? Да, Поддерживающая терапия, в принципе, в некоторых работах же обсуждается. Он продолжает, они же не прервали терапию, она продолжается, она эффективная, она работает, это понятно. Но даже если посмотреть вот по самой большой работе, медиана, вот ответа, она все-таки, он уже достиг ее, поэтому надо что-то делать. Ирина Владимировна, наверное, мы завершаем. Кто-то, если хочет что-то еще как-то прокомментировать, что-то сказать, коллеги, пожалуйста. Вот такое ощущение, что это все-таки не совсем диффузная бы крупноклассная. Вадим Вадимович, они обижают вас. Они вас обижают. Мне страшно говорить и сомневаться. Это фолликулярная 3А, да. У нас тоже такая мысль была, не фолликулярная ли? Ну вот, если я сейчас скажу, ну как же я могу диагноз блохина отменять, вы что скажете мне в ответ, это? Вы сами смотрели, вынесли свой диагноз. Я написал, что пусть будет ДБККЛ, но исключить то, что это фолликулярная 3А с диффузным ростом, я не могу. Я не могу работать на материале, который выглядит так, как он выглядит. Вот я чувствую себя некомфортно. Отменять диагноз кого угодно можно только тогда, когда есть железобетонные основания для этого. У меня железобетонных оснований нет, хотя мне не нравится морфология, вот если я делаю поправку, это же понимаете, что в голове делается у патолога. Вот я вижу это, я думаю, в какой степени это связано с биологией, а в какой степени значит с технологией. Вот я делаю внутреннюю поправку на технологию. Ну давайте я эту клетку немножко выровняю, а вот этот вот значит крокодильчик немножко надую и превращу в бегемотика. Ну давайте еще там вот это. Но это же все произвол. Это просто, ну не знаю, полет сознания. Это не факты. И поэтому я не вижу ничего страшного в том, что если вам кажется, что она ведет себя не как ДБККЛ, а как фолликулярная триа, ну с учетом того, что у меня написано вилка в заключении, поставьте фолликулярную триа и лечите ее как фолликулярную триа. Вы знаете, Владимир Валентинович, вот ваше заключение не отбрасываем методическую сторону, она для нас понятна, и вы всегда на этом делаете большой акцент, это правильно. Диагноз должен, как все в медицине, должно быть доказательным, поэтому бесспорно. Но то, что вы говорите, вот мне как клиницисту импонирует, потому что действительно мы все время говорим, диффузная бакрокликция три года живет, да, и так далее. Значит, здесь есть какая-то подоплека, которая дает нам возможность уйти, и у вас тоже некий вот такой тренд, тоже есть. Другое дело, что вот сейчас Гайнея Сергеевна тоже, так сказать, ремарку между нами сбросила, и я с ней согласна, сейчас это просто значение уже не имеет. просто сейчас клинического, да, это значение не имеет. все. Это просто объясняет отсутствие ответа на цитостатики и присутствие такого длительного ответа на какие-то, ну, не совсем объясняют. Ну, хочется думать, да. Очень не отвечает, молекулярно не работает. Ну, в общем, остается фактом, что он слишком молодой, чтобы остановиться на этом. Ну, и последнее. А раздумья для того, что, как, говорить о биологии здесь много. Последний комментарий по поводу, значит, вероятностного или стопроцентного, значит, формулирования патологоанатомического заключения. Вот я не думаю, что мы всегда готовы поставить его стопроцентно. Вот прямо, вот так вот есть, фактически между фолликулярной, там, 3 и ДБККЛ она и морфологическая серая зона, и биологическая в некотором смысле серая зона. И почему я должен делать над собой усилия, писать вот так вот и только, чтобы все, вот он наконец решил эту задачу. Не могу я ее решить, не могу. Или я ее с большей вероятностью решу, если у меня будут препараты подходящего качества. Тогда я каждую клеточку смогу назвать и узнать, кем она является, и это положить в основу диагноза. Ну, вы же видели, как это выглядит. Да. А, между прочим, гистохимия, я имею в виду иммунофенотип, ДБККЛТ, GСБ и фолликулярные лимфомы, попробуйте отличить. Хорошо. Дорогие коллеги, я еще раз благодарю вас, вас за этот случай. Вы видите, я с самого начала сказала, что я благодарю, потому что это было очень смело, зная, что сейчас начнут все охать и ахать то, что увидели. Ну, да, но тем не менее, вы молодцы, что вынесли его, потому что мы учимся на ошибках. Ирина Владимировна, вы сегодня говорили, что сейчас 35-й лимфорум, это действительно так. Я, ну, как-то была свидетелем многих лимфорумов, скажем так, я помню, как начинались. Мы все рассказывали только о своих победах. Все случаи были прекрасны. Помню, первый случай, который вынесли, больного, который умер. Как? Мы обсуждаем больного, который умер? Так, а сейчас, видите, мы обсуждаем наши проблемы, наши сложности. Ну, потому что так важно. А патологоанатомы всегда ставили стопроцентно правильный диагноз. Ну, Вадим Валентинович, вы же боги! Ни у кого сомнений! Мне кажется, что вы должны вот уже зазнаться совсем, потому что, по сути, вы определяете судьбу больного. Вот посмотрите, вот как определена судьба больного. Один раз правильно, другой раз неправильно. Вы, поэтому тут сказать нечего. Можно процитировать Вадима Валентиновича, который на одном из конгрессов сказал, что патологоанатом это лучше друг гематолога. Да, а очень любимый мною уважаемый Евгений Александрович все время говорит, что я смотрю на глазами своего, на эту жизнь или на что-то глазами своего... Нет, нет, мы цитируем все его гематологи сантефицируем глазами патологоанатома. Ну, вы знаете, коллеги, я вот, так сказать, заключая, да, вот мы с вами, я еще раз, когда я начинала, я сказала, что нам было очень трудно выбрать 65 предложений разных случаев. Ну, вот мне кажется, что сегодняшний день прошел интересно. Понимаете, вот, да, все, все, вот все случаи как-то, вот мы пытались, чтобы это не было трафаретно, чтобы это не было просто необходимости говорить о том, что надо вот так, надо вот так и вот так. Мы от этого уже ушли, нам нужно понимание и клиническое в целом, и диагностическое плюс, поэтому я еще раз просто благодарю всех абсолютно, я к аудитории большой обращаюсь за то, что присылаете клинические случаи, потому что действительно, вот мы, мы сидели очень немало времени, разложив все, что прислано, чтобы скомпоновать, вот здесь, здесь выбрано всего 12 случаев на 2 дня работы, поэтому мне кажется, что сегодня прошло интересно, действительно, просто так-то какое-то удовлетворение. А мы в клинике как только необычное что-то видим, так надо на лимфоруме рассказать. Вот, поэтому первый день мы с вами заключили, спасибо большое всем, кто прислал случай, представлял случай, конечно, экспертам, Вадим Валентинович, вам особое, вы сегодня у нас в единственном числе в этом качестве выступаете, и мы тогда прощаемся до завтра, завтра, завтра в 9, и мы продолжаем. Спасибо. Спасибо.